итак ребятки всем привет в этом видео я хочу вкратце объяснить как можно взлететь на airbus a320 быстро и в общем-то для это видео для новичков быстро без проблем запустить двигатели и в общем-то взлететь во флайт симуляторе когда вы запускаете игру вы видите вот такой вот экран заходим на карту мира выбираем аэропорт вылета без разницы можно в принципе вот взять например давайте нижний новгород вводим у у бг нет увы наверное да в гг до стригина нижний новгород вот мы с вами увидим аэропорт давайте посмотрим откуда именно мы будем стартовать увеличиваем колеческом мышки увеличиваем план этот давайте вот перрон 17 стоянка выбираем чтобы самолет у нас был потушенный просто если он будет на взлетной полосе то уже будет запущенными двигателями вот выбираем точку и вылета стоянку и давайте выберем аэропорт прибытия ну не знаю так не знаю вот давайте увы к джей ешь крала выбираем ее смотрим значит на полосу то есть прилететь нам нужен на полосу в этом видео не будет значит забивка фмс а то есть бортового компьютера не будем этим заморачиваться в общем 30 34 ввп вот и нажимаем полетели то есть а да еще забыл также можно добавить точки прилета допустим у нас видите у нас вот полоса вот таким образом сделано поэтому ну как бы есть фмс мы можем забить точки захода на посадку вот но также мы можем добавить например вот добавить да то есть вот у нас видите как маршрут идет то есть также можно добавлять здесь точки это упрощенный вариант для новичков то есть особо не заморачиваться даже не стоит наверное просто нас вот поведет вот так вот и мы в ручном режиме сможем просто зайти на посадку так ну чего давайте берем полетели выбираем сразу говорю это видео для новичков то есть опытные пилоты в комментариях не надо оставлять там гневные комментарии что лабора ты сам не знаешь ничего выпускаешь видос по ну то есть гайд как как вот по самолетам да ребят сразу говорю я расскажу о том что знаю я сам вот знаю я далеко немного то есть я вот здесь тоже новичок вот если где-то ошибусь сильно меня там яйцами тухлыми не закидывайте вот а лучше в комментариях оставляйте свои как бы высказывания о моих ошибках то есть может быть кому-то это это видео поможет сразу говорю буду видос делать без всяких без монтажа без вырезок там подрезок то есть все вот как есть то есть вот как вы запустили игру так собственно говоря вот у вас будет происходить то же самое что и у меня для чего это делается многие боятся выбирать airbus 320 потому что им кажется что это очень сложный такой самолет на самом деле я вот полетал на маленьких самолетиках и полетал на аэрбасе мне кажется аэрбас самый простой как в управлении самолет так и в общем в пилотировании в плане вот посадки то есть очень удобный самолет и так мы сейчас находимся в стригино выбираем можно лететь вот у нас потушенный самолет сейчас немножечко прогрузится чуть-чуть буквально подождем и так что нам нужно для запуска этого самолета давайте посмотрим на панели то есть первая панель это вот overhead нам нужен для того чтобы в первую очередь запускаем батареи находится они на центральной панели где-то вот ближе к середине наверное да включаем батареи вот когда батареи включены у нас включаются в общем то мониторы уже все это происходит очень быстро в реале конечно же не так после того как включились батареи батарея первая вторая мы запускаем в ссу то есть что такое в ссу это вспомогательная силовая установка включаем ее она находится на центральной панели в самом центре в самом низу вы найдете без проблем ждем когда у нас вот кнопочка старт загорится зелененьким светом после чего включаем отбор воздуха от в ссу вот то есть вы можете слышать как самолет начинает что-то там шуметь вот эту это хороший знак значит самолет работает вот включаем значит забор воздуха после этого включаем по-быстрому нас насоса насоса находятся также на центральной панели вот эти все вот они горят белым прям как подсказки нам вот все у нас топливо подается после этого можем запускать двигатель для этого мы переходим на нижнюю панель управление и переключаем переключаем вот в старта вот этот вот рычажок и запускаем правый двигатель что мы с вами видим видим мы с вами что нас правый двигатель начал потихонечку раскручиваться ждем когда он раскрутиться на уже вот на обороты которые нам в общем вид двигатель когда запустится да то есть это какое-то время должно пройти я не знаю я не пробовал сразу два двигателя запускать мне кажется здесь это условности мне кажется то есть в реальности ждут когда он раскрутиться здесь наверное можно сразу два движка включить если вы очень торопитесь хотя если вы очень торопитесь вы можете запуститься уже с полосы и вас уже движки будут включены так как мы с вами выбрали точку вылета и точку прилета то у нас вот если значит посмотреть на второй монитор мы увидим с вами что у нас уже точки здесь забиты вот переводим на план то есть вот у нас здесь уже точки есть также их можем посмотреть на взглянув на карту карта на буковку м русская по дефолту открывается и мы с вами смотрим на карту и смотрим что у нас здесь значится забита децл это я так понимаю это . на которой вам нужно делать уже снижение до ну трех тысяч так и так вот у нас здесь вот заход на посадку как бы не прописан мы его и не будем прописывать мы вот здесь вот мы не будем вот так далеко облетать мы повернем чуть-чуть заранее то есть и прямо выйдем на аэропорт вот значит первый двигатель у нас запустился запускаем второй двигатель посмотреть обороты двигателя можно вот здесь то есть вот у нас двигатели запускаются вот видите здесь уже вот раскручено здесь мы смотрим значит сколько у нас топлива у нас сейчас 10 тонн 622 килограмма вот дальше давайте быстренько пройдемся по приборам пока запускаются двигателя и так вот это крутилка как бы да она отвечает за давление если мы мышку чуть-чуть правее вот это крутилки ставим то есть перевести шкалу барометрического давления переводим ее 1013 у нас здесь стоит давление это давление нижнего новгорода то есть когда вы взлетим уже на высоту мы нажмем вот стрелочка вниз и переведем стандарт вот сейчас пока этого делать не надо дальше значит у нас вот эта крутилка у нас отвечает за вот вот этот вот мониторчик то есть и мы можем переводить то есть план вот план полета вот мне лично удобнее вот в таком вот виде держать очень удобно 2 крутилка увеличивает уменьшает машин масштаб вот значит дальше дальше у нас вот здесь вот скорость мы здесь выставляем скорость на который полетит самолет значит этого крутилка у нас курс 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 мы смотрим то есть опять же новички могут просто не понять как курс определяется то есть вот сейчас у нас самолет стоит курсом 270 то есть здесь мы можем выбрать там курс 300 это 230 это если мы летим уже не по автопилоту а просто окея каким-то курсом чтобы поставить на автопилот вот значит следующее что мы смотрим это высота высота на можем сразу же накрутить 10000 стрелочку вниз ставим то есть у нас самолет после взлета будет набирать вот эту скорость так кстати двигатели включились обу мы выключаем время всу как бы до вспомогательную установку то есть сейчас питание у нас идет уже от двигателей вот все здесь больше ничего не трогаем в принципе мы уже готовы почти что готовы к взлету так дальше посмотрим значит что у нас здесь это вертикальная скорость то есть эта скорость при которой самолет будет подниматься вверх или опускаться вниз ну и и оставляем пока то есть можно ее конечно же посмотреть вот так вот нажав стрелочку вверх и ну не знаю давайте вот выставим 2002 300 то есть выставляем и значит стрелочкой вниз подтверждаем то есть вот именно так мы и полетим то есть вот включить режим удерживание заданной высоты то есть дальше значит что мы дальше смотрим что нам понадобится в полете ну естественно автопилот автопилота p1 то есть автопилота 1 это у нас идет автотяга то есть самолет будет сам понимать то есть то есть скорость которую вы зададите и он будет сам понимать как управлять двигателями это очень удобно очень нужна то есть автопилот и автотягу включили При посадке Я не знаю сейчас будем рассматривать или нет Скорее всего Мы садиться же не будем Но вообще захватив глиссаду Глиссада захватывается Ну то есть вы увидите Вот здесь когда мы будем прилетать к аэропорту На 3000 футах Мы увидим Значит если мы выровнялись Четко по полосе По горизонтальной Мы увидим значит Вот здесь вот ромбик Такой фиолетовый Ну или красненький Красновато фиолетовый И соответственно По вертикали мы также увидим ромбик То есть на 3000 метрах Захватив глиссаду Мы с вами значит Включим Директорные пилотажные приборы Мы включаем информационный дисплей То есть чтобы мы видели Как и что То есть как захватили ли мы глиссаду Вот И запускаем значит АППР Это включить режим захода на посадку У вас самолет В принципе когда поймает глиссаду Сам пойдет на эту полосу То есть не нужно ничего нам там Джойстиком крутить Вот Также увеличить яркость освещения панелей То есть можно Тулоотажного дисплея Так дальше значит Давайте перейдем вот сюда Ой Не будем трогать триммер Так Переключаем здесь Переключаем В норм Так Двигатели у нас работают И так Что нам нужно еще Значит Воздушные тормоза Это Интерцепторами мы будем управлять Давайте Значит Посмотрим Как это выглядит На самолете То есть Вот видите У нас крылья Значит Чистые как бы Да Чистые крыло Вот мы допустим Интерцепторы Выставляем То есть видите Это вот воздушные тормоза Вот Давайте уберем их Они нам Сейчас не нужны Паркбрейк Это стояночный тормоз То есть Когда мы Захотим тронуться Соответственно Мы Будем Сниматься с тормоза Давайте снимемся Сразу с тормоза Ну в общем-то Больше здесь Вам ничего не нужно Для того Чтобы Ну нормально Дететь что ли Вот Итак Давайте посмотрим Куда нам нужно Поворачивать Заворачивать Чтобы выйти на Плосу Я думаю Что Я думаю Что Я думаю Что мы Сейчас с вами Налево Повернем Прибавляем Тягу Закрылки Сейчас я По-быстрому Все это Постараюсь Сделать Чтобы Долго Не затягивать Видео Вот Закрылки Ставим В положение Один То есть Вообще Когда Вы Настроите Будете Настраивать Свой Джойстик Обязательно Посмотрите На какую Клавишу У вас Закрылки Если у вас Джойстик То обязательно Нужно Его забиндить На Джойстик Именно Вот Управление Закрылками Это очень Неудобно Так Вот Мы Выходим На Взлетную Полосу Мы Особо Не Заморачиваемся Сегодня То есть С какой Полосы Взлетать Это Все Там Как Садиться Все Это Уже Заморочки То есть Мы Сегодня Вот Прям По-быстрому Как Быстро Взлететь И Быстро Долететь До Места Так Ставим Закрылки Давайте Я вам Сейчас Покажу Что Такой Закрылки Для чего Они Нужны Для Тех Кто Не Зная Те Кто Знают Это Очень Хорошо Сейчас Именно Для Тех Кто Новичок Итак Что Такой Закрылки Закрылки Нужны Для Для Увеличения Подъемной Силы То есть Вот Когда Видите Вот Я Сейчас Не знаю Так Чтобы Видно Было Не знаю Видно Вам Или Нет То есть Видите Работают Закрылки То есть Вот На крыле Сейчас Закрылки В положении Ноль Вот Они В положении Один То есть Выдвигаются Увеличивается Ширина Крыла Соответственно Увеличивается Подъемная Сила Закрылки Нужны Для Посадки Для Взлета Собственно Говоря Итак У нас Сейчас С вами Закрылки Вот здесь Можете Увидеть Вот Закрылки В положении Два Для Аэрбаса Это Нормально Зажимаем Тормоз Увеличиваем Тягу Тягу Если что Увеличивать Вот Здесь То есть Вот Вы можете Посмотреть Вообще Здесь Как бы 50% Нужно Вот Давайте Увеличиваем Тягу На 50% Отпускаем Тормоза И Постепенно Начинаем Набирать Скорость Так Уберем Мышку Чтобы Она Нам Здесь Не мешала Не вздумайте Сильно Джойстиком Дергать Иначе Повредите Самолет Самолет Начнет При Определенной Скорости Самолет Начнет Можно сказать Что Сам Поднимать Нос Мы Ему Только Помогаем Чуть Чуть Прямо Так Вот Раз Потихонечку Взлетели Убираем Шасси Закрылки В положении 1 Видим У нас Так Большая Очень Скорость Прибираем Руды На середину Видим По плану У нас Нам Надо Направо Уходить Давайте Собственно Говоря Потихонечку Уходить Можно Это Сделать В ручном Режиме Также Можно В принципе Включить Включить Уже Автопилот Автотяга Здесь Автоматически Она Включается То есть Мы Сейчас Руды Вообще Не трогаем Все У нас Определенная Скорость Держится Автоматически На На скольки 168 узлов Давайте До 175 Поставим И Стрелочка Вниз Скорость Т75 узлов Мы Не Трогаем С вами Значит Курс Так Как Он У нас Уже Задан В ФМС Вот Мы Заранее Его Задавали И Сейчас У нас Он Набирает 10 Тысяч Метров 10 Тысяч Не Метров А В общем 10 Тысяч Скорость Падает Это Печально Значит Нам Нужно Немножечко Уменьшить То есть Мы Немножечко С вами Сейчас Опустим Нос Ну и Собственно Говоря Включаем Автопилот Все Автопилот Нас Сейчас Поведет На задную Точку Он Делать Это Будет Сам Шасси Убраны Закрылки В положении 0 Делаем То есть Вот У нас Закрылки В положении 1 Сейчас Делаем В положении 0 Все Ребят Мы Взлетели Собственно Говоря Летим По Навигационному Маршруту Вот Посмотреть Его Можно Вот Примерно Вот Так Вот И Лететь Нам Как Недалеко Так Сейчас Накручиваем Креселевскую Высоту 31 Одну Тысячу Стрелочкой Вниз То есть Все Он Будет Набирать 31 Тысячу Так Он Нам Показывает Что До Аэропорта Нам 135 Миль Лететь Ну В общем То И Все Вот И Все Ребятки Взлетели Остается Только Долететь И Посадить Самолет Ну Тут Уже Зависит От Вашего Как Говорится От Ваших Тренировок От Вашего Умения Тут Я Вам Уже Помочь Ничем Не Смогу Новички Господа Хорошие Давайте Летайте С нами Как Вы Видите Аэрбаз Запустить Очень Очень Не Сложно Давайте Еще Раз С вами Побыстренько Мы Повторим Что Нам Нужно То Это Мы Включаем Батареи Включаем ВСУ То Есть Вот Эти Три Клавиши После Чего Включаем Топливные Насосы Вот Здесь Они Находятся Вот Значит После Включения Топливных Насосов Мы С вами Переводим Вот Этот Рычажок Положение Старт Включаем Двигатели После Чего Выключаем ВСУ То Есть Вот Эти Вот Штучки Мы Выключаем И Собственно Говоря После Этого Самолет Готов К Взлету Ну Как Не Совсем Готов К Взлету Конечно Еще Обязательно Нужно Посмотреть Высоту Посмотреть Скорость Но Уже Движки Будут Включены Так Мы Сейчас С вами Набрали Десять Тысяч Футов Мы Переводим В положение Стандарт Ой 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 В положение Стандарт То есть Обязательно Переводите Давление А иначе Просто У вас Заболит Голова И вы Умрете То есть В полете Прям То есть При наборе Высоты Ну Соответственно Меняется Давление Соответственно В самолете Нужно Держать Стандартное Давление Так Все Ну В принципе Основное Я рассказал Как Пользоваться ФМС То есть Вот этим Бортовым Компьютером Я Может быть Расскажу В следующем Видео Забиваются Точки Вот на То есть Маршрутные Точки Именно ФМС Также Ну В реальном Самолете Здесь Идет Значит Расчет Количество Топлива Расчет Количество Пассажиров Багажа Естественно Чем тяжелее Самолет Тем больше Взлетная Скорость Все это ФМС Вбивается То есть Как закрылки У нас Кстати Не забывайте Еще при посадке Когда будете Сажать самолет Автобрейки Установить Что такое Автобрейк Это Вот Когда вы Нажимаете Вот Медиум Это В основном Ставим Что это Такое Автобрейк Это Автоматические Тормоза Вот Спидбрейки Вот эти То есть Интерцепторы У вас Будут Автоматически Притормаживать Самолет Когда вы Будете Снижаться Так Вы же Понимаете Что при Снижении Самолет Будет Набирать Скорость Соответственно Ее нужно Гасить Для этого Автобрейки Включаются Вот Ну Собственно Говоря Все Спасибо Что смотрели Ставим Лайки Кто не Подписался Подписываемся Летаем С нами Летаем На Аэрбасах Самый Мне кажется Простецкий Самолет Всем Пока Пока Здоровья Вам Вашим Близким Увидимся На Стриме Ну Или В следующем Видео